В принципе, я смотрю, кворум у нас есть, те, кто регистрировался, прямое количество участников на месте, поэтому я думаю, что можно начинать. Я кратенько могу сказать, что это у нас вебинар по данной теме вводный, да, и, наверное, те, кто были на нашей конференции, может быть, не так будет интересно, потому что, по сути, это повторение того, что у нас было на конференции. Вот по результатам этого вебинара мы посмотрим, что вам еще интересно в данной теме и постараемся создать еще какой-то вебинар, например, по более углубленным вопросам технологическим, либо по вопросам продаж. Вот сейчас это просто вводное по продуктам, что мы от этого ждем, как мы это позиционируем и так далее. Слайды абсолютно те же, поэтому, да. Павел. И слова, скорее всего, будут те же, не только слайды. Так что, в принципе, если вы это слышали и хорошо помните, можно, возможно, времени тратить. Но, с другой стороны, возможно, после вебинара завяжется какой-то разговор или обсуждение, которое вам может быть. Так, итак, давайте начнем. Мы представляем на рынке нехарактерный для нас товар, так скажем. То есть мы, в принципе, занимались в основном продуктами для IP-телефонии исключительно. То есть даже наши камеры для видеонаблюдения, они поддерживали протокол SIP, что позволяло им быть участниками либо телефонной сети, чтобы любой человек из офиса мог позвонить с видеотелефона на нее и увидеть изображение. Либо даже участниками видеоконференции, что, в принципе, сейчас вполне востребовано. Но наши клиенты, наши партнеры, ну, конечно, в основном из сегмента SMB, часто нам говорили, что с учетом того, что все устройства у нас поддерживают функцию ПОЕ, питание по линиям Ethernet, то вот необходимо, хорошо бы от нас из одного места, чтобы мы могли поставлять в том числе и устройства, которые объединяют наши телефоны там, либо камеры в сети, подключаются, чтобы не иметь, не сооружать дополнительного питания для этого дела. Вот мы решили, рассмотрели протокол-производителя, компанию TGNET. Кратенько я сейчас о ней расскажу. Компания TGNET основана не так давно, 5 лет назад. Основной офис у них находится в Шенчжене. Соответственно, два центра разработки, более 200 сотрудников. Конечно, по меркам Китая это не совсем большая компания, но уже достаточно... Далее я покажу уже, у них уже есть достаточно хорошие кейсы внедрения оборудования уже в достаточно крупных компаниях, правда, пока локального рынка. Далее сотрудников, вот из них по традиции технологические компании китайские, где-то треть сотрудников это именно разработчики, то есть отдел R&D. За вот годы работы, активные годы, так скажем, да, то есть 2011 год становления, далее годы уже активной работы, они достаточно успешны, что отражает вот их темп роста за последние... Темп роста продаж за последние три года. Ну, успелись обзавестись достаточно обширной сетью дистрибьюторов по всему миру, вот в том числе в виде нас дистрибьютором в России. Сейчас мы пока эксклюзивный поставщик данного оборудования в Россию, надеюсь, что мы еще как можно дольше этим и останемся. Ну, вот по поводу отдела R&D, профессиональная команда разработки, два центра разработки, как я уже говорил, и немалую долю от годового дохода компания сейчас инвестирует в разработку. Ну, понятное дело, что компании нужно вбиваться в рынок, тем более столь непростой, как рынок сетевого оборудования. Ну, здесь кратненько о фабрике. Отдельно хочу отметить, что компания сетевсовена по стандартам ISO, вот что, в принципе, говорит о достаточно высоком качестве производства. Данный поставщик делает свои устройства на достаточно известных чипсетах, то есть, ну, в принципе, все мировые лидеры в данном вопросе, представлены в разных устройствах с разной производительностью, они, соответственно, используют разные чипсеты. Ну, и, соответственно, продукты решения. Компания TGNET, в принципе, покрывает практически все нужды по построению сетей, там, от простейших неуправляемых коммутаторов до корневых коммутаторов больших, на которых строятся большие сети в бизнес-центрах и крупных офисах. Мы, конечно, понимаем, что вот сегмент Enterprise, грубо говоря, где вот нужны такие решения уже high-end, конечно, туда сейчас пробиться сложно. Там есть игроки, которые уже зарекомендовали себя как надежное оборудование, и, естественно, как правило, клиент не хочет рисковать, внедряя какой-то китайский бренд в такие сложные системы. Ну, мы как бы в этом плане не отчаиваемся, в принципе, если заслужить какое-то доверие там пока в более низких сегментах, можно попробовать постепенно и завоевывать рынки покрупнее. Мы, в свою очередь, естественно, обращали внимание именно на PUE-коммутаторы, то есть предполагая, что у клиента в офисе уже есть развернутая сеть, и, естественно, если он внедряет IP-телефонию, он может построить PUE-коммутатор, подключив его к основному коммутатору, который управляет сетью, и далее уже подключать устройство к нему. Соответственно, мы выбрали вот следующую линейку. В следующей линейке все начинается с маленьких настольных PUE-коммутаторов. Линейка P1000. Это две модели, коммутаторы с пятью и девятью портами. Из них, соответственно, 4 и 8 портов – это PUE-порты. Естественно, один порт для соединения с высшестоящим каким-то сетевым устройством, то есть Uplink. Расшифровка модели у вас представлена на экране. Естественно, буква P обозначает поддержку функции PUE. Буква D – настольное исполнение, то есть без скрепления в стойку. Поэтому цифра 1 в данном случае означает порты Fast Ethernet, то есть 100 мегабит. И последние две цифры, соответственно, означают количество портов общих. Вот здесь указана сравнительная табличка примерно. Как вы видите, у нас одна модель шлюза может иметь разную мощность на порт. В данной линейке мы поставляем три реализации с разной мощностью. Данный параметр позволяет подобрать соответствующее оборудование. То есть если, например, наш T19 телефон может использоваться с любым из этих шлюзов, потому что у него потребление порядка 3 ватт, то, например, для телефона T48G, вот его параметры указаны у вас на слайде, в пиковые нагрузки он может потреблять порядка 10 ватт, то, соответственно, ему нужно уже подбирать модель с соответствующей мощностью на порт. Уже там 12-15 ватт уже для него подойдет. А 7,5 ватт может оказаться недостаточным, если вы там используете все BLF, там настройки какие-то и так далее, высоконагруженные. Если много звонков приходит, соответственно, уже шлюз 60-ваттный P1009 может уже не подойти. Ну, они, как особо сказать, нечего. То есть это неуправляемый коммутатор, никаких настройков у них нет. То есть вот для небольших офисов, для хоум-офисов это вот идеальное решение. Они достаточно дешевые. Вот, и, естественно, можно их использовать в таких решениях. Следующая линейка – это P3000. Это уже более продвинутые литейки, которые представлены на тремя моделями. Решифровка моделей также представлена на слайде. Буква M означает, естественно, менеджмент. Менеджмент, естественно, это управляемый коммутатор. Цифра 3 обозначает, что в коммутаторе все порты с технологией Gigabit Ethernet уже. То есть у TGNet есть уже линейка с цифрой 2 после P. Это когда комбинированные порты – часть портов 100 Мбит, часть портов – гигабитные. Мы решили, что там они по цене, разница небольшая, мы решили оставить только линейку с гигабитными портами, потому что сейчас уже сети становятся все более высоконагруженными. И, соответственно, эта технология уже как, скажем, как стандарт уже в основном используется. Ну, сравнительная табличка, то же самое. По сути, тоже есть несколько реализаций одних и тех же моделей. Ну, в данном случае это касается старшей модели, там, P3026M. Есть разная мощность на порт. Уже в этих шлюзах, верну назад, в этих шлюзах уже, вот, в двух старших уже присутствуют порты SVP. То есть SVP-модули мы также поставляем для этих шлюзов. Соответственно, уже можно объединять либо шлюзы, между собой, либо подключать входящий оптический канал непосредственно в коммутатор. По API-коммутаторам все, то есть это вот вся линейка. В принципе, по нашему мнению, она покрывает практически все нужды для подключения конечных девайсов, так скажем, да. И вот, как показано на слайде, в принципе, от нашей компании вы можете получить уже все, что вам нужно для построения сети видеонаблюдения либо API-телефонии, ну, естественно, кроме маршрутизатора. То есть этим вещами пока еще не занимаемся. Соответственно, хочу отметить, что у всех наших устройств практически, ну, кроме камеры, естественно, есть второй порт Ethernet. Соответственно, вы, подключив телефон к данному маршрутизатору, вы можете просто телефон, точнее компьютер настольный, подключить уже через телефон. И, то есть до рабочего места вам нужно прокинуть всего лишь один кабель. То есть, ну, когда у нас вот есть большая сеть или распределенная, где используется множество коммутаторов, необходимо иметь какой-то управляющий коммутатор, который объединяет все сети в единое целое. Поэтому, несмотря на нашу, так скажем, парадигму о коммутаторах по Е, на которых мы в основном нацелимся, нам в любом случае понадобятся коммутаторы и более высокого уровня, которые объединяют коммутаторы остальные, более низкого уровня. Соответственно, данные коммутаторы, они уже не требуют портов по Е, потому что они соединяются с другими коммутаторами. И, соответственно, мы решили все-таки, что для полноты линейки коммутаторы без по Е с функциями управления нам тоже в линейке нужны. Первая линейка – это линейка S5-3000, которая состоит из двух моделей с 10 и 26 гигабитными портами, по два из которых оптические, что также отображено в расшифровке моделей, как вы можете видеть. Я, опять же, повторяюсь, я не буду останавливаться подробно на технических характеристиках, все они указаны в каталогах либо у нас на сайте. Если нужны какие-то более глубокие технические знания, информация, мы вот хотели бы организовать, наверное, именно технический мебинар по данному оборудованию, можно показать интерфейс, показать настройки, что умеет, что не умеет. Соответственно, нам нужно бы хорошо ваше мнение на этот счет, чтобы мы могли как-то ориентироваться, какие вопросы нам следует осветить. Следующая линейка – это уже вот большие корневые коммутаторы уровня L2+. И предназначена она для высоконагруженных систем уже, так как в них присутствует поддержка до 4-10 гигабитных интерфейсов с помощью дополнительных модулей, которые вставляются на задней панели в специальные слоты, и в них уже втыкаются SVP-модули на 10 гигабит. На расшифровке это означает цифра 5. Вторая цифра 3 означает элементы управления уровня L2+. Такая, как, например, статическая мушетизация, ну, или встроенный DHCP-сервер, что, в принципе, уже функция какого-то там мушетизатора. Вот здесь в коммутаторе это тоже есть. По традиции даже далее указано общее количество портов. В случае первой модели это 24 гигабитных порта плюс 4 оптических порта, и у второго шлюза наоборот – 8 обычных гигабитных портов и 24 оптических порта. Соответственно, гигабитные порты, они идут отдельно, как я уже сказал, через дополнительный модуль на задней панели. Собственно, о продуктах все. Стоит упомянуть, наверное, только об аксессуарах, так скажем, да, SVP-модулях. Вот здесь они представлены. Два SVP-модуля на разную длину кабеля с разной оптической силой и, соответственно, SVP-модуль на 10 гигабит. Также у нас есть линейки PUE-инжектор. PUE-инжектор, в принципе, просто это, по сути, однопортовый PUE-свитч, да, который из обычной линии, из обычного кабеля Ethernet может делать кабель с питанием, вот, что в некоторых случаях поможет модернизировать текущую сеть. Например, если вы где-то там далеко у вас уже прокинут кабель Ethernet, и вы там меняете камеру, либо вам нужно убрать оттуда электрическую розетку, чтобы эту камеру подключить, то вы можете где-то около коммутатора, который у вас не поддерживает PUE, поставить этот инжектор, и, соответственно, этот провод, к которому камера подключена, становится с поддержкой PUE. Несколько успешных юзер-кейсов, истории успеха. Данное оборудование используется в China Post и в Bank of Communication. То есть, ну, как я и сказал, компания Ethernet в основном сейчас имеет успех на внутреннем рынке, вот, поэтому тут мы вместе с ними на нашем рынке являемся, по сути, первопроходцами. Также о некотором признании данной компании говорят награды, которые компания уже получила. Правда, здесь тоже в основном награды с их местных, с местного рынка, с местных выставок, с местных каких-то конференций. И последнее, что надо сказать, что все оборудование получило сертификаты, необходимые для продажи данного оборудования по всему миру, в том числе и сертификаты таможенного союза, необходимые для продажи в России. На этом все. То есть, это кратенький вебинар, вводный. Далее, конечно, хочется от вас услышать уже либо вопросы, либо пожелания, что хочется узнать. И всем спасибо. Давайте, я тогда пока микрофончик отключу и буду включаться, когда буду видеть в чате вопросы. Если хотите сказать голосом, теоретически можно нажать поднять руку, и, возможно, мы сможем вам дать голос. Просто модератор увидит, даст вам голос. Но если нет, то вот в чате. По поводу русификации. Русификации в коммутаторах нету, и, честно говоря, я не уверен, что это нужно. То есть, теоретически мы это можем сделать, не вопрос. То есть, это как бы у нас уже огромный опыт в русификации оборудования, интерфейсов. Вот, но с данными устройствами в любом случае будут работать системные администраторы, для которых, наоборот, русификация, она может только повредить. Не могут там ничего не понять. Ну, веб-интерфейс, конечно, там, насчет китайских буквок Павел пишет. Ну, хорошо, может быть, даже, конечно, есть. Так все на английском достаточно понятно. Ну, в принципе, наверное, мы можем расифицировать интерфейс, по крайней мере, ну, и не трогать какие-то технические термины, чтобы не путать системных администраторов. То есть, если вот Павел уже видит, видел уже знаком с интерфейсом данных шлюзов, может, хотя бы нам примерно сказать, чтобы он хотел, чтобы было расифицировано, чтобы лучше бы оставить, чтобы не путать людей. По крайней мере, вот фидбэки мы спрашивали у многих людей, там, у наших партнеров, спрашивали, как вы думаете, и, в принципе, все один голос сказали, что русификация для такого типа бородония, скорее всего, не требуется. Ну, по крайней мере, в любом случае мы, наверное, сможем расифицировать какие-то подсказки к каким-то параметрам, там, всплывающие окошки. Мы в настоящее время занимаемся документацией. Сейчас документация только на английском языке, но мы будем постепенно нарабатывать какую-то базу знаний на русском по настройке тех или иных функций данных шлюзов. Хотя там, надо сказать, что не очень много параметров, которые настраиваются, так скажем. Все достаточно понятно. Основные конкуренты в ценовом диапазоне, ну, конечно, наверное, компания D-Link. То есть где-то D-Link, ну и все остальные китайские производители, которые тем или иным способом попадают на рынок. В наша сила, наверное, заключается в том, что мы транслируем непосредственно условия от производителя, да, его техподдержку и сервис, соответственно, да. То есть если остальные какие-то китайские бренды, просто некоторые могут завозить и дальше уже разобраться трудно, то у нас в этом смысле все должно быть в порядке. Ну, и D-Link как ориентир, конечно, да. То есть несмотря на то, что многие люди также вот их могут не любить, D-Link, могут перезяты относиться, могут нет. Но могу сказать, что у нас долгое время была сеть на D-Link, и надо сказать, что проблема не доставила. Возможно, у нас не такая нагрузка на эти коммутаторы. Вот D-Link мы там старались как-то по ценам примерно ориентироваться, но вот, к сожалению, продукт не особо высокомаржинальный. Мы все-таки его позиционируем как именно add-on, добавка к решению, да. То есть вы зарабатываете там на телефонах, на камерах и так далее, а switch идет, чтобы было удобно от одного пстачка все получить. Вот, к сожалению, там маржинальность ниже, чем на телефонах и так далее. Тегнет, ну, должен быть дешевле, так скажем, да. То есть это... Тут возможно действовать, как, скажем, как многие интернет-магазины, да. Нашли аналог там полный дешевле, мы вам снизим цену, да. То есть это вопрос какой-то открытый. То есть мы также изучали, но когда мы сравнивали и устанавливали рекомендованную розницу, то, конечно, мы отслеживали цены примерно аналогичных моделей и старались сделать его ниже. Я вам в конце, когда после всех вопросов, напишу контакты менеджера, который у нас занимается там продвижением и всеми коммерческими вопросами по данному типу оборудования, вы можете направлять ему вопросы там коммерческие или там ценовые, так скажем, и он будет все эти вопросы решать, разбирать. Опять же, может быть, по результатам ваших запросов к нему он организует какой-то вебинар, где даст вам какую-то информацию, которая вам поможет продавать данное устройство. Вот Евгений спрашивает, не копили это чего-то, что уже есть на рынке. Нет, TGNet – это точно производитель. Наш коммерческий директор был у них на заводе. Все это реально. То есть TGNet – это не ОВМ какой-то продукт, это именно бренд производителя. Мы его протрансировали сюда, не стали ничего менять. Поэтому это реальный производитель, реальный бренд. Ну, да, Павел прав. То есть это то, о чем я говорю. То есть, к сожалению, рынок коммутаторов, он очень тяжелый в плане того, что очень много сетевых устройств, вот эти вот именно, особенно там, я не говорю о коммутаторах, там, Cisco, Juniper, да, о сегменте Enterprise, то есть именно в сегменте SMB продают интернет-дискаунтеры в основном, да, магазины. Вот, естественно, маржинальность там очень невысокая. Поэтому это вот действительно тот продукт, который вам поможет продать решение. Ну, опять же, Павел, наверное, прав. Например, там, мои тут системные инвестраторы говорят, что и нацистка похож. Ну, понятное дело, что китайцы, создавая продукты, они, ну, по традиции, они смотрят на лидеров рынка, да, пытаясь у них что-то там перенять. Таким приличным словом мы это назовем, перенять опыт. Вот, поэтому, конечно, какие-то вещи будут знакомы и похожи на лидеров, так скажем. Так, вот, Виталий хочет голосом задать. Сейчас я не знаю, сможем ли дать ему голос. Я вижу поднятую руку в списке. Так, модератор наш на месте. Попробует дать голос человеку. Так, вот вопрос Дмитрия. Честно говоря, SFP от других производителей модуля мы не проверяли, но, в принципе, готовы поучаствовать, то есть не проблема. Если вы скажете, с каким брендом конкретно нужно поучаствовать или с какой моделью протестировать совместимость, мы это будем делать. Плюс, опять же, этот вопрос я узнаю, к сожалению, это не готов сказать. Мне кажется, мы у производителей запрашивали эту таблицу совместимости. Ну, конечно, производитель, он всегда за то, чтобы использовались именно его SFP-модули. То есть, в принципе, это политика любого производителя. Но проблем проверить это дело нету. Там перед продажей, если у вас какой-то есть проект, мы можем это проверить перед тем, как вы будете это предлагать клиенту. Ну, либо запросить производителя, чтобы они проверили это на более глубоком уровне, так скажем. То есть, тут у нас в плане... Да, Павел, хорошо, принял. СНР и микротик. Ну, СНР, понятно, что СНР, это, опять же, СНР привозит китайский нойнейм, да. Вот. Постараемся мы, конечно, опознать производителя. То есть, может быть, наш производитель может сам опознать производителя этих SFP-модулей СНР. А микротик, да, без проблем, конечно. Микротик сейчас очень популярное оборудование. Единственное, что нужно ли это, надо, конечно, может быть, сравнить стоимость SFP-модулей, может быть. Опять же, может быть, мы в каких-то решениях, мы заинтересованы, как бы, если заинтересовать в надежности, то можем цены на SFP-модули там, может быть, снизить так, чтобы клиент купил именно родные SFP-модули и не использовал какие-то сторонние. Ну, принято, то есть, СНР, микротик, посмотрим. Георгий, там, Виталий написал, что он случайно нажал, поэтому не требуется. Ну, на тех же, да не на тех же, так скажем, да, сейчас все-таки есть заводы, которые ширпотребовым, так скажем, занимаются, да, которые там для всех, для всех, они не хотят продвигать свой бренд, то есть у них есть технологическая линия, они паяют и на всех распространяют. А есть некоторые компании, которые все-таки идут другим путем, пытаются продвинуть бренд, и там уже, как бы, от ширпотреба приходится волей-неволей отходить. Хотя, конечно, сборочная линия частенько используется там одними и теми же производителями, да, то есть, например, там, несколько производителей свечей могут использовать один там завод сборочную линию, но, как правило, технологические именно особенности у каждого свои. И, в том числе, и отслеживание качества. Например, вот у TGNET, у них есть специальное, как это сказать, заведение, специальный бокс, где они проверяют на отказоустойчивость все свои устройства после выдачи с завода, то есть они их подключают, проверяют схемотехнику, электрические там характеристики и так далее. То есть все это вот в этой комнате лежит, варится, и, в принципе, уже клиент выпускается в таком виде, ну, по крайней мере, никаких глупых отказов быть не должно, да, вначале. Крепление стойка, конечно, предусмотрено. То есть во всех модулях, точнее, во всех коммутаторах, кроме линейки с буквой D на конце, да, Desktop, то, что называется, они все идут в комплекте с креплениями в стойку. Коллеги, есть ли еще вопросы? Так, Дмитрий, вы знаете, не готов ответить, честно говоря, не знаю. То есть я, опять же, этот вопрос запишу, и мы обязательно постараемся там в ближайшее время все-таки технически, чтобы показать людям интерфейс, все-таки, как это выглядит, вот, и вопрос технически осветить. То есть у нас там есть вопросы по E+, работа, то есть, в принципе, все наши свечи поддерживают технологию по E+. То есть это с повышенным стартовым током. Видите, Павел уже разбирается лучше нас, точнее, лучше меня конкретно, с учетом того, что здесь я один. Все наши просто сейчас специалисты разъехались по командировкам. Я тут, видите, за всех отдуваюсь. Также вот хочу напомнить, что вот сейчас на слайде моя почта представлена. Если вот есть вопросы технические, ну, в принципе, любые, да, то есть я вам найду человека, кто на них ответит, в том числе любые вопросы можете отправлять мне напрямую. Из технических вопросов, во-первых, я их отвечу, из них я составлю программу для наших специалистов, которые проведут уже технический вебинар по данным оборудованию. Встроенный блок питания аналогичным образом с креплениями, то есть в десктопных версиях коммутаторов там внешний блок питания, во всех остальных встойчных, во всех остальных встроенный блок питания. Естественно, вот в линейке P1000 как раз, по сути, блоком питания регулируется мощность на порт, да, то есть, ну, две реализации шлюза 1005, по-моему, или 1009 с разной мощностью на порт, там просто в комплекте идет разной мощностью адаптер и разного размера тоже, в соответствии. Ну, Евгений, соответственно, на неуправляемых коммутаторах регулировка распределяется, какое устройство подключится, как оно сосет, так и сосет, грубо говоря. Мощность на себе, то есть там регулируется мощность на порт, по сути, только блоком питания. Соответственно, в управляемых коммутаторах уже, вот, как Павел написал, уже есть регулировка приоритеты. Так, по поводу стекирования, опять же, могу ошибаться, но, по-моему, уже вот линейка 3000 уже это поддерживает. Ну, 5000 гарантированно, вот, 3000, не уверен. Это, опять же, запишу, оставим это на технический вебинар. Я, к сожалению, технически по коммутаторам не так подкован, чтобы... Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. Уширение. Что это значит? Смотрите. Сзади в коммутаторе... Надо было мне, конечно, картинку поместить в презентацию. Сзади вставляется модуль, в который вставляется... в который есть два порта для SVP-модулей 10-гигабитных. Они... Они... Так, стоп, нет. Там... Так, обманываем вас опять же. Там есть два порта для модулей. Вставляется модуль, и в каждый из модулей по два порта SVP можно вставить с поддержкой 10-габитного соединения. Это я тоже записал, и это поподробнее на следующем вебинаре. Мы все это делали. покажем, расскажем, может быть, даже видео снимем, либо картинок наделаем правильных, чтобы это было наглядно. Грузозащита, ну, опять же, то есть никаких там сертификатов подтверждающих нет, но заявлено, да, что при правильном заземлении устройства все должно быть в порядке. Ладно, коллеги, давайте так сделаем. Я тогда остаюсь с вами в чате, да, я голосом отключаюсь. Дальше уже вы тогда, я вас еще раз прошу, все вопросы, которые приходят вам в голову, оставляйте в чате, я их аккуратненько себе запишу, и мы вас всех, вот кто участвовал в вебинаре и всех остальных, оповестим о техническом вебинаре по данным устройствам, где уже более подробно все эти вопросы расскажем, осветим. Еще раз всем спасибо, что вы потратили время, всего хорошего, до следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok